О перспективах развития Нарьинмарского объединенного авиаотряда говорили вчера на сессии собрания депутатов Ненецкого округа. Отвечая на вопрос депутата Андрея Ружникова, представителя партии «Родина», есть ли у авиаотряда проблемы и каковы пути их решения, глава региона дал исчерпывающий прямой ответ, подчеркнув, что при обсуждении данного вопроса необходимо отделить политическую составляющую от хозяйственно-экономической деятельности предприятия и его производственного роста. Сегодня Нарьинмарское предприятие по-прежнему является стратегическим предприятием региона, в котором работают высококлассные специалисты. Однако его хозяйственная деятельность оставляет желать лучшего. Авиаотряд не выдерживает конкуренции с другими крупными перевозчиками, а эта конкуренция в настоящее время будет только расти. Традиционно работа с нефтяными компаниями была одной из основных статей доходов акционерного общества. В этом году предприятие не смогло выиграть конкурс на транспортное обслуживание недропользователей. Нет у акционеров и четкого плана по обновлению вертолетного парка, как, собственно, и полноценной стратегии развития. Правда в том, что рынок авиаперевозок, если брать только направление Нарьинмара, составляет больше 2 миллиардов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Вот мы с вами, жители Нарьинмара и гости, которые к нам прилетают, ежегодно отдаем авиакомпании больше 2 миллиардов рублей. Это очень приблизительная оценка, на самом деле, я думаю, она будет ближе к 3 миллиардам. Это те деньги, которые уходят, мы с вами отдаем, и уходят из экономики округа. И это те деньги, которые у нас с вами есть возможность оставить в окружном предприятии и есть возможность получить в бюджет. И тогда вопрос о том, где взять деньги на покупки новых вертолетов, отпадает сам собой. Потому что за счет этой прибыли предприятие может самостоятельно решать этот вопрос и становиться из предприятия-донора, который просит у окружного бюджета выделить дополнительные средства на покупку новой авиатехники и вертолетов. Предприятие, которое будет вносить в бюджет прибыль, которую мы с вами будем распределять, в первую очередь, на социальные направления. А не как сегодня есть предложение выделить деньги коммерческому предприятию, по сути, оторвав их от социальных направлений. Правда в том, что сегодня у нашего авиапредприятия работают сотрудники, высочайшие профессионалы своего дела, наверное, равных, которым мало есть в России. И их зарплата сегодня уже ниже, чем у компаний-конкурентов. Это действительно правда. Из сегодняшней тенденции развития с планами экономической деятельности предприятия у компании, у авиатряда нет понимания, как завтра эти зарплаты будут повышаться. И от того нет понимания, сколько из этих пилотов останутся работать здесь, а не перейдут работать в компании крупные. Правда в том, что в принципе стратегии развития предприятия экономического нет. Те показатели, которые сегодня представляет руководство авиатряда, показывают устойчивую убыточность на протяжении ближайших двух-трех лет. Такова правда. И если не обращать на неё внимания, проблемы авиапредприятия будут нарастать снежным комом. Не предлагая ничего для сохранения регионального авиаперевозчика, можно его просто потерять. Взамен разговорам, не по существу рассматриваемых проблем акционерного общества, конкретные предложения по улучшению ситуации в авиаотряде и в целом в региональной экономике. Первое. Мы должны разработать чёткий план обновления вертолётного парка. И в этом направлении мы движемся. Совсем недавно подписали соглашение с вертолётами России о приобретении 10 новых вертолётов, в том числе с тех, которые, новейших моделей, которые сейчас будут только вводиться в эксплуатацию. Самолётное направление. Самая сложная, самая резонансная история. Действительно, это может быть самым прибыльным направлением, но рисков много. И эти риски действительно обозначают и руководство авиаотряда, и мы их слышим. На самом деле сегодня, даже в переговорах с государственным транспортно-лизинговой компанией, которая нам готова предоставить операционный лизинг и эти самолёты, у нас идёт серьёзный вопрос переговоров, которые на самом деле не допускают большой публичности этих переговоров. И вот если было понятно, вчера я подписал письмо в государственную транспортную лизинговую компанию, в котором было 6 листов замечаний к тому договору, который они нам предоставляют. А значит, я вам говорю, что мы не возьмём самолёты до того момента, пока будем понимать, что они для округа будут выгодны, и пока не снимем те риски, которые обозначены. И с персоналом, и с лётчиками, с экипажем. Это серьёзный вопрос, этим надо заниматься. Третье. Надо разработать серьёзную стратегию развития нашего предприятия. И при этом не ограничиваться только границами не низкоавтономного округа. Здесь мы не сможем быть конкурентными. Мы должны посмотреть, как наше предприятие может быть вписано в целом в систему авиаперевозок Российской Федерации. Глава региона особо подчеркнул, что никаких кулуарных решений руководство округа не намерено принимать. Все вопросы решаются только с участием специалистов в данном направлении, в том числе и с представителями авиапредприятия.